Республика Азербайджан Я считаю, что это было бы гуманно, потому что иначе нынешнюю власть Баку, которая кормится в основном за счет экспорта нефти и газа, не остановить вот от такого рода агрессии и в ее бесконечной пропаганде. Я думаю, что это было бы целесообразно. Всяком случае, Баку должен знать, что следующий удар, который будет в случае их продолжения вот такой рода политики, которая не отвечает интересам не только армянского народа, но и собственного народа, когда в бой направляются не представители, а титули населения азербайджанцев, а отправляются талыши, таты, лесгины, то есть национальные меньшинства отправляются воевать за азербайджанцев. Вот все это может привести к очень серьезному дестабилизации самой ситуации в Азербайджане. Поэтому и президент Ильхам Алиев абсолютно не думает о том, что он создает собственные проблемы в первую очередь себе. В Азербайджане многие не замечают той ситуации, которая складывается. Она привела к очень большому количеству жертв. Я думаю, что когда будет совершен обмен телами, что наверное состоится в рамках московских договоренностей, то тогда многие увидят реальную картину и может быть только тогда до них дойдет, какой ценой достается им вот эта земля. Во-первых, Карабах не ваш. Во-вторых, если вы хотели бы жить на территории Карабаха, то наверное вы не разрушали бы гражданскую фронтруктуру. А вы ведете так, как будто вам эта земля не нужна. Вы хотите, чтобы она была вся разрушена, чтобы там никто не жил. Но если там никто не жить будет, там не будет жить ни армяне, ни азербайджанцев. Получается, Алиеву эта земля не нужна. Она нужна ему только разрушенной, чтобы там только не жили армяне. Вот какая постановка вопроса. Поэтому разговор не идет о том, чтобы там жили армяне и азербайджанцы. Тем более очевидно совершенно, что на территории не смогут жить сейчас армяне и азербайджанцы вместе. Там будут либо жить армяне, либо будут жить азербайджанцы. Но если вы эту территорию разрушили, какие азербайджанцы там будут жить? О чем вы говорите? Ваши азербайджанцы находятся в Москве, они находятся в Турции, находятся где угодно. Но почему-то их не так много на линии фронта. А почему там воют национально-меньшинство? Почему-то воют радикальные исламисты. Поэтому Лихаму Алиеву надо думать не о том, как он будет осваивать Нагородный Карабах. А думать о том, как бы тот стул, на котором он сидит, он не провалился под ним. Больше думать о внутренней стабильности в собственном государстве. Думать о тех рассеченных народах, которые есть у него с Российской Федерацией. Вот об этом надо больше думать. Думать о том, как он дальше будет существовать, Азербайджан. С ним или без него. Вот об этом он должен думать. Я считаю, что государством, которое очень сильно подталкивает, до сих пор подталкивает Азербайджан к войне, является Турция. Более того, Азербайджан перестает быть суверенным государством. Потому что согласиться на ввод на свою территорию как минимум полторы тысячи исламистов, которые могут вначале повоевать против армян, а потом пойти свергать, например, Ильха Малиева. Это политическая ошибка очень серьезная, потому что в стране имеются очень серьезные проблемы межрелигиозные, в частности, между суннитами, которые останутся все больше, и шииты, количество которых сокращается. Имеются очень серьезные межрелигиозные проблемы. Это и Талыши, и Тазы, и другие народы, которые живут на территории Азербайджана. И хочу заметить, именно их бои посылают, в первую очередь. В таких условиях недопустимо соглашаться на ввод радикальных исламистов, которые будут действовать, исходя из интересов Турции. А может быть, Ильже Прадагана хочет свергнуть Ильха Малиеву, поставить какую-то более удобную марионетку в Баку. Но почему-то об этом в изображении не задумывается. Я очень горд тем, стойкостью армянских фонослужащих, которые смогли уничтожить порядка 400 единиц бронетехники. Это треть парка, который имеет Азербайджан. Хочу заметить, что быстро бронетехнику не доставишь. Это требует достаточно продолжительного давления. Поэтому говорить о восполнении запасов было неправильно. Помимо этого, оголение других участков фронта будет создавать Армении потенциально возможные входа на азербайджанскую территорию и улучшение своих, как минимум, тактических позиций. А во-вторых, это обмен. Сейчас, я думаю, как минимум, разговор должен вести об обмене территории для восстановления фронта. Потому что политика откусывания территории – это ошибочная политика, но она подталкивает азербайджанское руководство к продолжению конфликта. Нанесение ударов по населенным пунктам недопустимо. И здесь, как бы, мне хотелось бы заметить, что я в течение многих лет говорил о том, что должна быть пересмотрена номенклатура поставляемых вооружений в Азербайджан. Недопустимо поставлять реактивностью залпового огня, хотя бы тяжелой реактивностью залпового огня. Они используются против мирного населения. Как и еще одна система, которая произведена в Израиле – это оперативно-тактическая ракета «Лора». Одну пусковую установку, в которой героически уничтожили диверсионная группа армянской армии. Вот именно с этих систем, при этом особо опасно представляют именно «Лора» как высокоточное оружие, они уничтожают гражданскую инфраструктуру. В том случае, если Азербайджан не опомнится и не примет решение об остановке этого конфликта, несмотря на то, что он уже потерял убитыми и ранеными порядка 10 тысяч военнослужащих, что очень значительно много, то в этих условиях, я думаю, Армения будет иметь полное право на нанесение ответных ударов. Если сейчас ответные удары наносятся основным парадромом, в частности, по аэродрому, где базируются вертолеты, и по аэродрому в Гиндже, где в том числе находятся самолеты турецкие F-16. И здесь, я полагаю, что речь будет не с ними о стрельбе по городам, так как это делают азербайджанцы. Поэтому я бы на месте руководителя Азербайджана очень серьезно подумал. Помимо убийства мирового населения, разрушения гражданской инфраструктуры, мне очень больно за город Степанакерд и другие города Арцаха. Я полагаю, что сейчас наступило время, чтобы Россия оказала Армении масштабную военную помощь. Потому что армяне стойко держатся, но хочу заметить, что они воюют не только с азербайджанцами, прибывают полторы тысячи уже радикальных исламистов, в Сесирии, на стороне Азербайджана воюют турки. Поэтому Россия должна оказать Республике Армении масштабную военную помощь. В первую очередь должна идти речь о поставках систем войсковой противодушной обороны, такие, например, как зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-СМ», которые могут быть достаточно эффективны против беспилотных летательных аппаратов, ударных. Во-вторых, это, по-видимому, речь должна вестись об поставках дополнительного количества ракет к оперативно-ракетному комплексу «Искандар». Потому что можно было поражать какие-то наиболее важные объекты на территории Азербайджанской Республики. По-видимому, наверное, можно было задействовать в качестве срочной помощи те ресурсы, которые имеются на российской базе в ГИМРИ.